Куда уходят деньги, которые мы перечисляем управляющей компанией ЖКХ? Спрашивают жильцы дома номер один по Жуковскому проезду в городе Видно. Лифты изношены, ремонт делают только косметические. Канализацию в подвале поменяли недавно, хотя проблемы с ней были на протяжении нескольких лет. Вентиляция в доме не работает. Но весной больше всего неприятностей жителям верхних этажей доставляет протекающая крыша. Егоровна, вы пришли. Марья Егоровна пережила войну, работала в колхозе Владимира Ильича. Думала ли она когда-нибудь, что будет доживать свой век в квартире, где с потолка время от времени потоками стекает вода. И никому не будет до этого дела. Уже заявлений там у неё полно. Жена надоела ходить, уже перестала звоню, так и не беру трубку. А потом пришли, пописали яхты. Написали, сделаем ремонт, сделаем крышу, всё сделаем. И так и делаются. Наталья, соседка Марии Егоровны, тоже устала общаться с управляющей компанией. Переписка длится уже четвёртый год. После первого обращения и составления акта Наталья своими силами сделала ремонт в квартире. Но буквально через 3-4 месяца пожалела об этом. Кровь я вновь протекла, а оплата счетов за стройматериал от управляющей компании нет до сих пор. Условия жизни и постоянный стресс ухудшили здоровье женщины. Дышать очень тяжело, плохо. И плюс у меня начали болеть очень сильно суставы локтей, рук и ног. Ну вообще, конечно, не хочется даже находиться в этой квартире, потому что я не знаю вообще, чем это может закончиться. Соседний подъезд и здесь тоже самое. Недавно в доме был сделан косметический ремонт, поэтому хорошо заметно, насколько свежи подтёки на потолке и стенах. А в квартире, где проживает молодая семья с маленьким ребёнком, в углах уже образовался грибок. Постоянно течёт, тоже часто, угол чёрный, то и дело. С окна там течёт сильно. Мы уже обращались не первый год, уже давно обращаемся, и всё только обещают. И то в итоге по-нормальному ничего никогда не сделают. К сожалению, побывать во всех квартирах на девятом этаже дома номер один по Жуковскому проезду нам не удалось. Оно и понятно, люди работают. Но даже то, что мы увидели, ясно даёт понять, проблема серьёзная, простым латанием крыши здесь не обойтись. Требуется капитальный ремонт. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.